Прощай, лето! Я буду скучать. А недельку до порова я уеду, до порова сам себя, а иду в пучине, если часом зато мною. Друзья, всем привет! Ну что, давайте расскажу, как устанавливаются подножки вот это и как это сделать очень быстро. Значит, первое, крупим основание, затем мы крепим вот эти крепежные элементы к этим пластинам до момента установки. Здесь точно так же. Ну и финалочка это вот это. Давайте покажу теперь в разобранном виде. Так, как мы крепим? Обязательно, естественно, мы ориентируемся на схему, в которой показаны в коробке, как располагаются болты-винты. Они имеют свои соответствующие номера и, соответственно, свои крепежные элементы. Значит, согласно вот этому, мы крепим сначала площадку, затем мы боковую часть элемента прикручиваем к этим местам в наживленном состоянии. То есть здесь и здесь. Ну, соответственно, элемент, который будет здесь присутствовать, мы его так же фиксируем. Крепим здесь. Можете на черные болты, они идентичны. То есть мне больше, конечно, нравятся черные болты, чем вот такие. Ну, на данный момент, как есть, видите, я площадку пока не зафиксировал. То есть все эти элементы также они в подвижном состоянии для того, что можно было там подогнать. Иногда можно заметить, что вот эти элементы, допустим, вот эта часть, которая заходящая сюда, то есть она может вот так вот не доходить. Ну, для этого очень просто. Берем, соответственно, откручиваем один винт, чуть-чуть его сдвигаем, вкручиваем сюда, потом передвигаем и тем самым мы регулируем высоту, и чтобы у нас эта часть, элемент не болтался. Ну, и, соответственно, точно так же и здесь повторяем. Ну, в целом, вообще, по подножкам ничего сложного нету по установке. То есть достаточно просто нам смотреть за схемой. И, соответственно, в коробке имеются также крепежные элементы. Значит, допустим, 11,4 это 11 элемент, и 4 это винт. Ну, я использовал из элемента. Ну, соответственно, у нас на схеме получается здесь видно, что у нас 1, 6 и 9 это крепежные элементы. Это платформочки, площадки такие. Я их уже прикрутил, там находятся такие полоски, пластинки, их по 2 штуки с каждой стороны. Далее идет у нас 6, это винты. И, соответственно, 9 это у нас шайба. Вот примерно как бы так вот это все выглядит и собирается. На самом деле ничего сложного в этом деле нет абсолютно. То есть главное соблюдать какие-то вот такие некоторые моменты. И вот эту часть элемент, честно говоря, по вашему усмотрению, можете оставить вот в таком состоянии, будет удобно мыть. Но эстетика все-таки требуется. И лучше, конечно, сделать это все дело вот так вот. Закрепить, загоняя, соответственно, по Ольбе или туда. Ну, я покажу готовый формат уже попозже. Так, ну что, друзья. Вот, собственно говоря, я закончил. Здесь я использовал уже черные винты. Они белые с той стороны тоже заменят. То есть они все подошли, которые были от подножек, от всего остального. Все, что к квадрик прилагалось, значит. Ну, эстетически мне больше нравится черный к черному. Потому что белые как-то не очень. На самом деле, производить бы лучше было заменить эти болты на другие. Так что получилось у нас? Некоторые элементы могут, на самом деле, кажется, не совпадать. Это действительно может быть так выяснено, связано с тем, что конструкция подножки, когда варится, немножечко может коребиться. И в связи с этим могут винты не совпадать. Для этого я что-то, домкрат, то есть подгонял под нижнюю часть, приподнимал, так скажем, эту панель, ее фиксировал и спокойно закручивал. И когда где-то не получалось, то есть мне приходилось сдвигать, использовал ту же самую монтировочку. С одной и с другой стороны. Это мне помогло прям четко зафиксировать и спокойно наживить, и закрутить без каких-то либо трудностей. И это связано непосредственно именно с рамой самого квадроцикла. Потому что вот эти элементы, я уверен, они вырезаются на лазере. То есть это прям по шаблону. И ничего не меняется. Все закручивают все же самые места. Поэтому вот такие моменты можно будет столкнуться. Ну, с внутренней части. Это вот так. То есть здесь я не переносил, но твои подножки я переносил. С этой стороны у нас все четенько практически так же. Мне останется только, чтобы вот этот элемент не болтался, мне останется только его закрепить. Ну, там с той стороны, которая-то есть. Ну, и сейчас я фиксирую вот эти части. И все, готово, 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 парни.